Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. На что будут потрачены средства из городской казны? Сегодня депутаты провели последнюю в этом году сессию городского собрания и утвердили проект бюджета на 2019. Голубой экран пока не гаснет. В России продлили переход с аналогового на цифровое вещание. Лис волков и енотов в лесах Сочи накормили котлетами. Среди ингредиентов вакцина от бешенства. На курорте провели самовакцинацию диких животных. Бюджет Сочи принят во втором чтении. Сегодня депутаты городского собрания Сочи утвердили проект бюджета на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. На что будут потрачены средства из городской казны расскажем в нашем следующем материале. Сегодня депутаты провели последнюю в этом году сессию городского собрания Сочи. По традиции самый важный вопрос уходящего года это бюджет города на 2019 и плановый период двух последующих лет. Еще на предыдущей сессии были утверждены основные параметры бюджета. Это общее количество доходов с учетом краевых субсидий и расходная часть бюджета. Он сбалансированный и бездефицитный. И самое главное – социально ориентирован. Более 60% из казны курорта будет направлено на соцнужды. Бюджет у нас социально направленный, так же, как и в предыдущие годы. Параметры мы назвали 10,6 миллиарда рублей и доходы, и расходы. То есть он сбалансирован. Мы полностью заложили 100% средств, которые касаются заработной платы бюджетников. Это содержание коммунальной оплаты всех бюджетных учреждений, это питание школьников, это содержание города. Основные, те, которые обязательные платежи, они заложены в нашем бюджете в полном объеме. На прошедшей сессии утвердили параметры бюджета, а на сегодняшней депутаты проголосовали за конкретные направления, на которые будут потрачены средства. Всего в планах на реализацию 26 муниципальных программ и 16 краевых. Все они охватывают основные направления социально-экономического развития города. В приоритете строительство школ и детских садов, водопроводных и газовых сетей, локальных очистных сооружений. Так, например, депутаты заложили средства на строительство водопроводных сетей для 8 домов на улице Володарского. Не оставят один на один с проблемой и обманутых дольщиков, которые вложили свои средства в строительство многоэтажек в разных частях Сочи. Наши, так сказать, люди, которые купили дома, а застройщики бросили, вот к четырем домам, которые не выполнили обещания перед гражданами застройщики, в бюджете предусмотрена строительство инженерных сетей. Это ЖСК Бриз, Ареда, переулок Теневой. Вот поэтому это тоже, наверное, очень важно, что мы их не забываем. Также дополнительные средства будут направлены на подвоз школьников, реконструкцию дорог, на развитие электроснабжения, транспортировку бросового мусора, на переселение сочинцев из аварийного жилья. Предусмотрены бюджетные деньги и на сохранение зеленого убранства курорта, на инвентаризацию растений и борьбу с карантинными вредителями, а также на кронирование деревьев и снос аварийных. Найдутся средства и на строительство фонтана в Олимпийском парке. Это не только украсит город, но и привлечет в Меретинку еще больше туристов. Не останется без внимания и отрасль культуры. Все финансовые обязательства по финансированию этой важнейшей для города сферы будут выполнены в полном объеме. Сегодняшняя сессия, как говорят, все точки надыра стаяла. Мы хорошо понимаем и знаем всю ответственность по принятию решения по бюджету. Что приятно и что отрадно можно сообщить нашим сученцам. Что можно будет в опубликованных источниках прочитать. Все программы, проекты, которые будут вестись на протяжении 2019 года в каждом районе, детализированы даже по каждой улице. Также депутаты особо подчеркнули, что крайне важно использовать бюджетные средства эффективно. Максимум усилий нужно приложить на снижение расходов, не обеспеченных реальными источниками финансирования. Плотно поработать нужно и над пополнением доходной части бюджета. Речь идет в том числе и о недоимках. По налогам это 300 миллионов рублей. По неналоговым платежам около 600 миллионов. По большей части это долги за аренду земли. Кроме того, пополнять доходную часть бюджета необходимо и за счет использования инвестиционного потенциала курорта. Сегодня же на сессии был утвержден индикативный план социально-экономического развития города на 2019 и плановый период последующих двух лет. На сессии было озвучено, что сегодня население Сочи более 526 тысяч человек. Ну а уровень безработицы в городе самый низкий по Южному федеральному округу. Он составляет всего 0,3%. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Более тысячи спасенных жизней, 10 новых школ и 800 миллионов рублей, выплаченных за рождение первого ребенка. Итоги работы соцблока в уходящем году подвела вице-губернатор Анна Менькова. В Краснодаре на финальном совещании собрались министры и руководители департаментов. Медицина, образование, культура и соцразвитие. Что было сделано в этих сферах в 2018 и что еще предстоит выполнить, расскажем в нашем сюжете. Сегодня в краевую столицу приехали заместители глав по социальным вопросам со всего региона. Такое случается только раз в год. Чаще всего они видят этот зал только с экрана монитора во время селекторной связи. Теперь чиновники лично рассказали о проделанной работе и получили за нее оценку. Основное внимание, конечно, здравоохранению. Но в этом году медикам региона удалось спасти более 1100 жизней. Я хочу вас поблагодарить за работу в том смысле, что мы действительно, Краснодарский край внес серьезный вклад в сохранение жизни Российской Федерации. И мы на протяжении практически всего года были лидерами в стране по абсолютному числу сохраненных жизней. Мы научились с вами комиссионно отрабатывать каждый случай смерти в трудоспособном возрасте, анализировать причины происходящего и принимать оперативные грамотные лечения по диагностированию заболеваний и правильному лечению тех или иных заболеваний. Работа идет и показатели эти снижаются. Конечно, эта работа должна быть сегодня у вас первоочередной с учетом тех демографических задач, которые ставит перед нами президент. Мы продолжаем снижать показатели общей смертности, которые по оперативным данным на сегодняшний день составляют 12,3 на тысячу населения. В 2017 году этот показатель был 12,5. В ряде территорий добились хороших результатов и показались значительно лучше среднекраевого значения. Анна Алексеевна сказала, что это город Новороссийск, Армавир, Краснодар, Сочи, Денской. Теперь перед регионом стоит еще одна важная задача – увеличить продолжительность жизни до 80 лет к 2030 году. Хотя край уже движется в этом направлении. На Кубани средний возраст примерно 74 года. Во время большой ежегодной пресс-конференции с журналистами Владимир Путин заявил, что России необходим прорыв, а он невозможен без развития человеческого капитала, медицины и образования. Краснодарский край весь год работал на положительный результат в этих сферах. Большая победа и в блоке образования – это 10 новых школ. В этом году за парты сели почти 9 тысяч ребят. Похожая ситуация и в детских садах. В 2018-м благодаря строительству дошкольных учреждений и пристроек к ним двери открылись для 5 тысяч дошколят вместо 2 тысяч. В 2019-м перед краем стоит не менее амбициозная задача – открыть еще 10 новых современных школ. Для этого выделяются средства из федерального и краевого бюджетов. Консолидированный бюджет нашей отрасли ежегодно растет. Вы видите здесь долю и муниципальных бюджетов, и краевого бюджета. Но достаточно сказать, что только в этом году мы получили на 5 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. Еще одна из приоритетных задач – это улучшение демографии. Чтобы росли семьи, необходимо повышать и уровень жизни. В этом году впервые в крае начали выплачивать единовременную помощь за рождение первого ребенка. Она составила почти 10 тысяч рублей. Этим правом воспользовались больше 10 тысяч семей. Также в регионе сохраняется выплата за третьего и последующих детей. На эти цели из бюджета выделили 3,5 миллиарда рублей. На Кубани продолжают обеспечивать жильем и детей-сирот. За 5 лет для них построено и приобретено 6,5 тысяч квартир и домов. В 2018 году на приобретение жилых помещений выделено 964 миллиона рублей. На приобретение 789 жилых помещений. Отмечу, что 21 муниципальное образование освоили средства в полном объеме. Уже освоено 83,8% средств краевого и федерального бюджета. На финальном совещании говорили и о достижениях культуры. В крае продолжают капитально ремонтировать дома культуры и открывать современные кинотеатры. А в этом году в Краснодаре открылся грандиозный мультимедийный комплекс «Россия. Моя история». Благодаря ему дети могут узнавать о своем государстве в новом формате. Елена Касабова, Алина Сорокина, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар. Они не остались равнодушными к чужой беде и этим спасли человеческие жизни. Губернатор встретился с курсантами Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко, которые в октябре этого года помогли жильцам покинуть горящее здание. Пожар произошел в жилом доме по улице Северная. Молодые люди заметили возгорание в одной из квартир. Глава региона поблагодарил ребят за проявленное мужество. В такой экстренной ситуации они проявили свои лучшие человеческие качества, сказал Вениамин Кондратьев. Первое, что отличает вас от ваших сверстников – повышенное чувство сострадания, милосердия и человеколюбия. Мы видим мир другой в интернете, где вместо того, чтобы прийти на помощь или оказать эту помощь, проще достать телефон и снять то или иное чрезвычайное происшествие на камеру, выложить у себя на странички и набрать определенное количество лайков. А есть вот то, что сделали вы. Не достали телефона, не стали снимать. А максимально выполнить даже не свой долг, а внутренний какой-то позыв, внутреннее желание максимально помочь ближнему человеку. Конечно, ваш характер – это ваша внутренняя черта. И это вам свойственно, наверное, заложено генетикой, воспитанием в семьях. Но и сегодня развивается в училище. Губернатор отметил, курсанты еще раз доказали, что в высшем военном училище имени Штеменко растят достойное поколение. Девять отличившихся молодых ребят получили памятные подарки из рук Вениамина Кондратьева. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр Сан-Сити. Все подарки здесь. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы Эвелин Болеро в магазине «Дамский Кабрис». Торговая галерея напротив Агропрома. Прошедшей ночью в горах выпало порядка 50 сантиметров снега. В целом зима приходит и на всю территорию Сочи. На курорте объявлено штормовое предупреждение. В течение трех дней на участке Магри-Веселая есть опасность формирования смерчей над морем. Завтра в Сочи ожидается усиление ветра местами порывы до 17 метров в секунду. Дождь на возвышенностях и перевалах с мокрым снегом. В предгорной зоне снег местами сильный. На дорогах гололедица. В горах выше полутора тысяч метров. Лавина опасна. Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы. Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы, не оставлять автомобили под деревьями и всевозможными конструкциями, по возможности отказаться от личного транспорта. Ну а в случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112. Россия скорбит в день годовщины катастрофы Ту-154 под Сочи. Ровно два года назад в акватории Черного моря потерпел крушение самолет Минобороны России, на борту которого находились 92 человека. Сегодня во многих городах России прошли траурные мероприятия, посвященные годовщине авиакатастрофы. Самолет Ту-154 направлялся в сирийскую провинцию Латакия, чтобы поздравить с наступающим Новым годом российских военных. В Сочи самолет приземлился для внеплановой дозаправки. И спустя 70 секунд после вылета из сочинского аэропорта лайнер рухнул в Черное море. В результате крушения погибли все находящиеся на борту люди. Военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова. В числе возможных причин катастрофы назывались технической неисправностью и ошибкой экипажа. Однако независимые эксперты не согласны с промежуточными выводами следствия и продолжают вести свои расследования крушения Ту-154. Спустя два года тайна катастрофы по-прежнему остается нераскрытой. 3 декабря стало известно о продлении срока расследования до 25 марта 2019 года. Это связано с тем, что нужно провести ряд дополнительных экспертиз. В материалах дела их уже 400. В том числе три взрывотехнические, которые исключили вероятность взрыва в полете. В сочинских лесах сегодня провели самовакцинацию диких животных. Городское ветеринарное управление получило по федеральной программе 42 тысячи бесплатных вакцин. Основная задача – привить шакалов, енотов, волков, лиц и других – диких плотоядных. К слову, в европейских странах благодаря самовакцинации удалось полностью победить бешенство в дикой фауне. Что собой представляет самовакцинация и при чем здесь котлета? За процессом и способом борьбы с инфекцией бешенства сегодня наблюдала Татьяна Говоркова. Вирус бешенства или по-научному Рабиес – это природное и особо опасное смертельное инфекционное заболевание, которое вызывает воспаление головного мозга. Человеку вирус передается со слюной при укусе больным животным. В дикой природе многие виды плотоядных сохраняют и распространяют вирус бешенства, который может перейти к представителям городской фауны, собакам, кошкам и сельскохозяйственным животным. Рядом с городом Сочи находится территория Абхазии, где довольно часто встречаются случаи заражения лис, волков, енотов, шакалов вирусом бешенства. И это создает угрозу распространения бешенства среди людей. Это заболевание, если не профилактировать, оно неизлечимо. Чтобы не допустить размножения вируса, на территории Сочи проводятся профилактические мероприятия с привлечением егерей, национального парка, лесников, охотоведов и ветеринарных врачей. Всего около 50 человек. На тропах, где возможна миграция диких животных, раскладывают специальную вакцину. Она представляет собой небольшую спрессованную котлету из мясного фарша с сюрпризом под названием Арбистав. Внутри находится контейнер с вакциной. Нарушается его целостность, слизистая впитывает эту вакцину. И вырабатывается иммунитет. Иммунитет держится год. Таким образом, животное самопрививается. Такой метод вакцинации животных в дикой фауне называется альпийский. Последний раз на территории Сочи он проводился чуть больше пяти лет назад. Городских же животных вакцинируют хозяева. Что касается бесхозных, то сейчас на территории курорта проводится плановая работа по их отлову. Их помещают на карантинную передержку и тоже вакцинируют. Такая задача была поставлена мэром на заседании специальной комиссии ПЧС. Обращение главы нашего города Антона Николаевича Пахомова в ветеринарное управление. Совместная работа. Собственно, слова благодарности краевому управлению, кривоносу Роману Анатольевичу, который пошел на встречу, согласовал вопрос и на сегодня выделено 42 тысячи доз. И мы полны уверенности, что, собственно, ликвидируем угрозу возникновения бешенца у наших домашних животных, угрозу укуса, нападения диких животных на наших жителей и гостей. Вакцины будут разбросаны на лесной территории от Псоу до Магрия. Это порядка 145 километров. Согласно инструкции, на один квадратный километр идет 20 доз вакцин. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Региональным каналам продлят лицензии на аналоговое вещание до августа 2020 года. Такое решение приняла Госкомиссия по радиочастотам. Окончательный переход к цифровому формату телевещания в России начнется с февраля 2019 года и продлится полгода. Последний этап начнется в июне 2019. Однако, в связи с неоднократными обращениями отраслевых вещательных организаций, в частности Национальной ассоциации телерадиовещателей, срок для региональных каналов на аналоговое вещание будет продлен, отметил заместитель директора департамента госполитики в области СМИ, Минкомсвязи Геннадий Трубицин. К слову, более 800 тысяч домохозяйств, это полтора процента от общего количества, до сих пор смотрит телевизор по-старому, в аналоговом формате. Из-за труднодоступной местности и экономической нецелесообразности установки там цифровых передатчиков. Жалобы, в том числе и телевизионщиков, из регионов нашли горячий отклик у сенаторов. В Совете Федерации согласны с тем, что люди в регионах привыкли смотреть местные новости и могут попросту взбунтоваться, оставшись без привычных программ. Поэтому пока региональное ТВ остается в эфире. В утвержденном проекте решения Госкомиссии по радиочастотам говорится, что лицензии на аналоговое вещание будут продлены до 19 августа 2020 года. В праздники в Красную Поляну пустят вдвое больше ласточек. Ежедневно с 28 декабря по 8 января в направлении сочинского курорта «Роза Хутор» будет совершаться 16 рейсов. Такое решение приняли для повышения транспортной доступности горнолыжного курорта. По маршруту эмеретинский курорт «Роза Хутор» будут курсировать две пары пригородных поездов. Одна пара по маршруту «Роза Хутор» аэропорт и пять пар по маршруту «Сочи-Роза Хутор». Две пары поездов по маршруту «Сочи-Роза Хутор» будут курсировать с 10 вагонами. В обычное время у них 5 вагонов. А еще в новогодние каникулы пройдет специальный проект РЖД «Лыжная стрела». Пассажиры поезда «Ростов-на-Дону-Роза Хутор» смогут бесплатно провести с собой лыжи и сноуборды, а также приобрести у проводников скипас горнолыжного курорта. При этом его стоимость не будет отличаться от той, что предлагается в кассе. В Сочи Донстарт ежегодной всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз». В рамках акции сотрудники УВД посетили школу-интернат номер 2 и поздравили детей с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Сочинские полицейские по традиции присоединились к ежегодной всероссийской благотворительной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз». Совместно с представителями общественного совета при УВД Сочи и духовенства города правоохранители пришли в гости к ученикам интерната, что на мамайке и подарили ребятам настоящую новогоднюю сказку. На праздник приехали аниматоры. После игры и конкурсов от лица всей сочинской полиции каждому ребенку вручили подарки – сладкие наборы. Презент вручили и в целом школе-интернату. Для поддержания спортивного духа в вашей школе, Управление внутренних дел по городу Сочи совместно с приходом Свято-Скорбячинского храма дарит вам спортивный инвентарь и коловое покрытие, комнату отдыха. В санаторий «Знания» поступило новое оборудование. Это аппарат – вакуумно-роликовая система массажа. Теперь гости здравницы и сочинцы могут опробовать новинку для улучшения лимфодренажа. При проведении лимфодренажа происходит активное воздействие на всю лимфатическую систему, вследствие чего расслабляются мышцы, расширяются сосуды, лимфа начинает равномерно распределяться по всему организму. В клинической практике мы его будем использовать в качестве лечения остеохондрозов, проблем с суставами, ну и, конечно же, широкое применение он найдет в нашем СПА-комплексе в плане решения косметических проблем, таких как целлюлит, растяжки. Аппарат под названием «Старвак Дээкствин» французского производства активно используется за рубежом. Теперь у гостей санатория «Знания» и у сочинцев есть возможность благодаря новому аппарату поправить свое здоровье. Конечно, перед физиотерапевтической процедурой необходима консультация специалиста. Сейчас мы можем наблюдать включение лимфатической системы живота. Она происходит определенными пульсирующими движениями вакуума. Различные насадки для этого используются в зависимости от зоны, от цели и так далее. По мнению физиотерапевтов, необходимо 10-15 процедур, но эффект уже есть после первого сеанса. Аппарат также используют при эстетических процедурах лица. Все подробности можно узнать в санатории «Знания», где находится кабинет аппаратного массажа. Телефон 2-69-40-05. Елена Овзец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok